Начнем давайте с заявлений Залужного, потому что сегодня была целая конференция, она была закрытая, но потом уже в СМИ появились некоторые фрагменты, о чем говорил Залужный и очень много чего он сказал. В частности, он признал, что недооценил кровожадность России, он назвал своей ошибкой мнение, что большое количество потерь остановит армию оккупантов от людей наступать дальше. И об этом он сказал открыто, не стесняясь, и он уже не раз говорил о том, какие у него могли быть ошибки. Как думаете, после таких итогов, да, в следующий год, ну, наверное, Залужный сделал выводы и уже понимает, и должен понимать, все же, как сегодня можно остановить Россию? Как? Во-первых, тот факт, что человек открыто говорит о своих ошибках, это свидетельствует о том, что человек уверенный в себе, наделенный критическим мышлением, не страдающий звездной болезнью. И это все качества очень важны для любого мыслящего человека, и остротяга в том числе. Ну, одинаковые ошибки мы с Залужем делали, что вам буду сказать. Я тоже вот такие же самые ошибки допускал в оценке российской стороны. Я объясню, почему я, ну, потому что я-то формировался как военный человек в Израиле, у нас-то во главе угла всегда стояла человеческая жизнь и сохранение жизни солдат. Я всегда понимал, что Россия это не иначе, но не представлял, что настолько иначе. То есть там потери вообще не являются критерием, в принципе. Я подозреваю, что Залужный, который ни одного дня не служил в советской армии, он тоже вот где-то так же сформировался в западной парадигме, как военный профессионал. И, наверное, вот так же вот мыслил концептуально. Ну, очень трудно перенять образ мысли людоедов. Это не каждому. Смотрите, Залужный делал ошибки, Залужный делал блестящие решения, как любой человек, он делал какие-то сильные ходы, где-то рассчитывался. Не бывает так, что человек всегда вот, смотри, и военный, возьмите там Наполеона, тоже вот делал какие-то ошибки, совершал хотя бы в великий военный начальник. То есть как теперь вам действовать, чтобы победить Россию, ну, я подозреваю, что, наверное, уже есть ответ на этот вопрос. Ну, мне кажется, что сейчас нужно три действия предпринять последовательно. Это перестроить армию в оборонительные порядки, сформировать достаточное количество резервного, ну, резерва, да, подготовленного резерва, экипированного, обученного, снабженного там амуницией, вооружением. То есть нужен мобилляционный ресурс, нужно этих людей не бросать сразу в бой, а очень важно их там подготовить, то есть сделать из них боеспособные подразделения. И все это должно обязательно опираться на вашу собственную отечественную оборонную промышленность, о чем я уже очень много раз говорил. И эти предприятия, в силу того, что ваша территория находится под постоянным огневым воздействием россиян, значит, надо изыскивать возможности размещать предприятия, как совместное производство на территории дружеских стран, таких как страны Балтии, Польши. Спасибо. 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 Нет такого, что не сильно от вас зависит. Значит, смотрите, во-первых, в чем залужный прав тут, прежде всего, это в том, что не надо у нас зацикливаться. Слушайте, ни Бахмут, ни Авгеевка, ни то, ни другое, ни Сталинград, ни Тулон, да. Значит, это населенный пункт, имеющий определенное тактическое, тактическое, оперативное обучение, ну, возьмут, не возьмут, там, я не знаю. Значит, никакого стратегического результата это иметь не помню. Сейчас важно понимать, что, начав войну с вами, Путин впервые сделал зарубежные факторы, факторами своей внутренней политики. Потому что сейчас вот у него будут выборы, которые он бы мог их отменить из-за того, что война, да, но для этого, ну, принять нужного внимания, что он до сих пор не назвал войну войной, да, ну, там, чрезвычайное положение объявил, но ему эти выборы сейчас необходимы, при том, с убедительным результатом, так, чтобы все поверили. И вот поэтому ему к выборам нужна победа какая-нибудь, неважно, хоть Авдеев, хоть левый коровник в Авдееве. Это уже дальше пропаганда Соловьев и Ижи с ним, значит, раздует это до масштабов Сталинграда. Но вот по имеющейся умею, будет попытка активного наступления в феврале к выборам, чтобы был какой-то результат. Но это дает и вам определенные возможности. А устройте вы, товарищу Путину, подарок к выборам. Ну, вот в начале марта, например, рейд по направлению к Москве. Какой-нибудь легкой бригады егерской. Да? Или, например, уничтожение крымского моста к 8 марта. Ну, вот какой-нибудь такой подарок товарищу Путину на выборы. Посмотрите, а как это повлияет на, вот, собственно, процесс этих выборов. На явку. Может, народ там не придет на выборы в такой ситуации. То есть, раз уж Путин довел ситуацию до такой, что он впервые за свою историю сделал возможным зарубежных игроков влиять на результат своих выборов, своих компаний. То надо эту карту разыгрывать, мне кажется. Было бы, с вашей стороны, глупо это не использовать. А то, что они попытаются в феврале добиться каких-то результатов, я вот просто знаю. У них будет таких вот. Ну, уже, к слову, накануне там в Шойгу читался Путину о том, что Маринку захватили. Но все же официальной информации нет. Но заложник сказал, что украинские военные удерживают в севере Маринки. Он отметил, что город держался почти два года. Это война и то, что мы сейчас отошли на окрестности Маринки. А в некоторых местах, по словам заложников, чуть дальше. Он сказал, что в этом нет ничего такого. Но все же уже в головах российских так называемых военкоров это победа. Это действительно какая-то победа для россиян или, не знаю, или можно говорить ли сегодня о том, что стратегически это очень важный населенный пункт. И сегодня Украина многое потеряла. Что такое Маринка? Это вот такой один небольшой населенный пункт, над которым Россия хотела взять контроль почти два года действительно. Понимаете, ну, показала эта война то, что Россия не обладает навыками наступательных действий. В условиях современного общевойскового оборудования. Поэтому те результаты, которых они добивались, они добивались непропорциональными потерями. А в силу того, что передвижение бронетанцев в объединении, ну, это вообще некое искусство, учитывая наличие у вашей армии запахов средств огневого поражения, артиллерийского, там, ракетного. Это приводило всегда к каким-то чудовищным потерям. Они встали на путь использования пехоты. Никто ее там не жалеет, не считает. Вообще не рассматривает какой-то ресурс. Там даже хотя бы посмотреть по уровню тактической медицины, которая у них используется. Ну, это уровень примерно Первой мировой войны. Притом худших ее проявлений. То есть там вообще солдат никто не считает, не жалеет. И, соответственно, вот они заваливают трупами и получают свои там маленькие. Но это все, понимаете, я бы над этим смеялся бы. Ну, мне уже как-то даже неловко смеяться. Ну, там же люди гибнут в конечном итоге. Там их люди, ваши люди. Это же на самом деле, вот мы над этим ржем уже. Ну, потому что как бы тоже невозможно там, знаете, там уже серьезно. А с другой стороны, это чудовищная человеческая трагедия. Ну, вот такого континентального масштаба, который запорил товарищ Путин, который сидит в земле. У него там какие-то бредовые фантазии в его там помутленном сознании. То есть вдумайтесь вообще. Вот эту ересь, вот эту ахинею, которую несет этот человек. 20 век. Первая мировая война. Вторая мировая война. Империи рушились. Османская империя. Стравенгерская империя. Российская империя. Гражданская война. Нет, самое страшное, что произошло, распад Советского Союза, оказывается. Не Вторая мировая война. Не Хиросима, не применение химического оружия в Первую мировую войну. Не Дрезден. Распад Советского Союза. Бескровно практически. Потому что Владимиру Владимировичу зарплату перестали платить. Вот это самое страшное, что было. Ну, это же он сказал, да? Ну, что вам сказать. Тумасшедших надо лечить. Когда не помогает психотерапия, нужно использовать электрошип. Если говорить о Черноморском флоте России, вы говорили, да, что нужно к выборам сделать Путину подарок. Я так понимаю, что к Новому году он уже есть. Может еще что-то быть. Кто знает, еще есть время. Но Шойгу доложил Путину, пришлось доложить о том, что повредили, по его словах, корабль «Новочеркасск-Феодосия». На самом деле его уничтожили. Ну, так он... Знаете, я просто... Я просто, знаете, я не скажу больше, чем я сейчас скажу. Надо просто знакомиться лично с одним из людей, который участвовал непосредственно в этой вот, как бы, операции. Это прям вот очень красивая операция. Интересно. А больше я уже не скажу, что сказал. Вот теперь гадайте. Вот как-нибудь вот после войны, уже когда можно будет, расскажу больше. Ну, молодцы, как бы, зачетно. Я вот ничего не могу сказать. В лучших традициях. Вот. Ну и потом, смотрите, авиагруппа уничтожена, российская тоже. Один подарок к Рождеству, другой к Новому году. То есть у нас много праздников зимы. Нужно каждому праздник подарок. Вот. Так что... Дело такое. Нельзя праздники без подарков поставить. Тут, кстати, по поводу уничтожения российской авиагруппы, надо сказать, что... Ну, это вот иллюстрирует вот эту гонку вооружений, которая началась в свое время, еще в 80-е годы, во времена вот Рейгана еще, когда «Звездные войны» в этих всех делах. И было много вех вот в этой гонке вооружений. И фактически то, что сейчас происходит, это вот ее... Какие вот шлейфы, да? Потому что у вас... Я объясню, что я имею в виду. Система Патриот, она вот в рамках вот этой вот гонки вооружений, программы «Звездных войн», там это было многоуровневое все. И я очень хорошо помню, когда в 91-м году Патриот появились в Израиле для того, чтобы защитить Израиль от скадов, которыми Саддам Кузейн обстреливал Израиль во время Первой войны в Заливии. И они были абсолютно беспомощны против скадов, потому что они делались как система против самолетов. А с тех пор они прошли несколько уровней модернизации, и мне, естественно, только два. И вот то, что вы уничтожили по разным оценкам, там четыре или пять самолетов российских в течение 48 часов, насколько мне известно. Это вот как раз были применены не только американские системы Патриот, что само по себе как бы достаточно симптоматично, а еще были алгоритмы, которыми научили ваши американские друзья, своих коллег украинских, вот именно алгоритмы применения систем. Достаточно была сложная такая многоходовочка, и вот в результате несколько самолетов сразу в течение буквально несколько часов были там сбиты, да, получается. Так что это демонстрирует доминирование западной техники, западных доктрин над российскими, что меня отсюда не удивляет, кстати. Вот, ну, че-то... Да, но там в России, конечно, не смогла не приукрасить, потому что, ну, вот у них таких потери, такие вот, да, немножко, наверное, неожиданные. Ну, они сказали, что удалось сбить два украинских истребителя, Су-24, на что Юрий Игнатов... Как? Подождите, опять? Подождите, стоп, опять? Нет. Как это может быть такое? Ведь ваши военно-воздушные силы были уничтожены в первый день спецоперации. А как же опять у вас, востребители, опять? Они у вас что, возрождаются, как все-таки степло? Что-то я, у меня запутался, запутался в этих вот сведениях, так противоречиво очень все. Да, Юрий Игнатов сказал, что это невозможно, но больше уже говорят о том, что у нас есть F-16, и они также якобы успешно работают. Можно объяснить сегодня? Нет, я вам больше скажу. Нет, подождите, вы все напутали. Те F-16, что вы получили, уже россияне сбили. Это тоже у них передали. Уже все. Лелик, все пропало. Вот как, потому что я уже даже слышала от некоторых украинских экспертов, что кто знает, может, F-16 уже в Украине. Можете, наверное, объяснить, вот почему сегодня невозможно. И такое, что F-16 уже в Украине, а никто об этом еще не знает. Значит, давайте разберемся с F-16. Вот есть у вас один подполковник ВВС в отставке, который пользуется большой популярностью среди людей с неокрепшим критическим мышлением, который педалирует идею о том, что если бы у вас были F-16, то вы бы уже захватили крем. Значит, для всех подполковников ВВС в отставке я заявляю ответственно. Военно-воздушные силы – это вспомогательный род войск. Вспомогательный. Важный, но вспомогательный. И военно-воздушные силы не являются инструментом достижения победы, а являются инструментом, облегчающим достижение победы. Я понятно излагаю свою мысль? Основным родом войск является пехота. Вот такой вот парадокс. Вот когда дроны, там, ракеты, ВКС, самолеты, F-16, а вовсе пехота все равно она определяет, потому что чей сапог стоит на земле, тот и победил в итоге. А все остальное – это лишь вспомогательный родовость. В армии мелочей не бывает. И если выдали солдату плохие ботинки, то это может повлиять на исход сражений. В армии мелочей не бывает, так же, как в медицине. Хирург с грязными руками, пусть он хоть светило будет, он операцию хорошо не сделает. Теперь давайте разберемся с F-16. Значит, я объясняю, ну, в сотый раз просто, чтобы уже точку в это поставить. F-16 – это не волшебная палочка Гарри Поттера. И не цветик-семицветик, и не печка-имелия с щукой. А это боевая платформа, которая становится грозным видом огневого поражения в тот момент, когда она оснащается по самому последнему слову военного инженерного искусства и интегрируется в соответствующие подготовленную многоуровневую систему военного строительства, включающую в себя наземные инфраструктуры, войска противовоздушной обороны, радиолокационные войска, современную разведку, систему обеспечения, ремонтно-техническую базу, подготовку пилотов и технического персонала и так далее, и так далее, и так далее. Это сложнейший процесс, который невозможно сделать за несколько месяцев. В случае, если этот процесс не доведен до конца, является частичным, поверхностным или непрофессиональным, то того эффекта, который мог бы ожидаться от F-16, его не будет. Что бы ни говорил, ничего не транслирует. Значит, ВВС — это вспомогательный род войск. У вас есть определенные отрезки фронта, где у вас не хватает минометов, артиллерийских снарядов, пулеметов и ручных гранат. Но нет, вот он выучил F-16, и вот он это несет и педалирует. И почему-то ему кажется, что моя страна виновата в том, что у вас самолетов нет. Моя страна не имеет к этому никакого отношения, ровно как и к тому, что обезумевший Путин напал на вашу страну чуть меньше, чем два года назад. Теперь, безусловно, вам нужно иметь, будет, современные военно-важдустные силы. Будут это F-16 или другие самолеты западного образца, это не важно. Важно, что вам необходимо, конечно же, иметь развитую авиацию западного образца, которая существенно превосходит аналогичную у россиян. Ваша авиация должна соответствовать западным стандартам ровно настолько, насколько и вся ваша армия должна соответствовать западным стандартам с точки зрения технического оснащения и военной декаблики. Я вполне допускаю, что, учитывая тот факт, что за последние несколько месяцев полностью изменился геополитический расклад в мире, и так сложились обстоятельства, что у наших стран, у Израиля и у Украины оказались одни и те же друзья и одни и те же враги, я вполне допускаю, что, может быть, имеет смысл сегодня поставить вопрос таким образом, чтобы наши специалисты занимались переформатированием ваших военно-воздушных сил по современному западному образцу. Я это говорю как рабочую, у меня нету никаких фактов на эту тему, я просто выразил свою мысль. Считаю, что в определенных сферах военного искусства ваши специалисты, учитывая колоссальный опыт, накопленный за без малого два года боевых действий, могли бы наших израильских офицеров научить чему-то, чего они не умеют, потому что у вас, как я подчеркиваю, накоплен колоссальный опыт, такой, которого нету сегодня в определенных сферах ни у одной другой армии мира. Обмена подобными видами знаний военных могла бы обогатить арсенал профессиональных навыков офицеров обеих стран. И вот я считаю, что учитывая те трагические обстоятельства, драматические, в которых оказались два наших государства, необходимо объединять усилия, а не сеять в вымышленную как-то вражу и свои бредовые фантазии не выплескивать в масс-медиа, делая это чуть ли не истиной в последней инстанции. В последней инстанции. Тем временем наблюдаем мы за тем, что происходит в Израиле. Мы также не можем эту тему не обсуждать, потому что понимаем, что идут военные действия и есть заявление одно из последних, это премьер-министра Израиля. Он сказал, что война против Хамаса в секторе ГАЗа завершится не скоро и это будет долгое сражение. Насколько долгое? Можно ли делать сегодня какие-то прогнозы и что там по состоянию сейчас происходит? Общевойсковая фаза операции закончится через несколько недель. Что такое общевойсковая фаза операции? Это та фаза, в которой используется в большом количестве артиллерия, авиация, военно-морской флот и крупные бронетанковые соединения. После чего операция перейдет в антитеррористическую фазу, где будут в основном использоваться пехотные подразделения, антитеррористические и инженерные войска в силу того, что объем вот этой вот туннельной войны, которую приходится вести сейчас в нашей армии, он оказался на большем, чем мы предполагали. Если изначально наш разведка говорил о том, что у Хамаса порядка 500 километров туннелей, то сейчас мы понимаем, что их минимум в два раза больше. Соответственно, все эти туннели должны уничтожаться и это большая долгая. Характер этих двух фаз операций очень сильно отличается и по видам вооруженных сил и средств, которые используются, и по тактике. На сегодняшний день мы говорим о том, что мы потеряли порядка 150 человек убитыми. Это намного меньше, ну, не то, что планировали, слово планировать здесь неуместно, но предполагалось, и что наши транслировали, что мы там потеряем тысячи убитых и так далее. Это все ложь оказалась и брехня, а вот 150 убитых приблизительно эта цифра, почему я так осторожно говорю, у меня нету точной цифры, потому что, возможно, вот мы сейчас записываем с вами интервью и поменяются эти цифры, и я окажусь не точным, но приблизительно это порядок. Вообще, когда начиналось пухопутная фаза, то, ну, говорилось о том, что будет много сотен погибших, мы были к этому готовы, но оказалось, что технический и тактический уровень подготовки наших войск, он значительно, ну, настолько превышает подготовку у хамасовцев, что это дает такие результаты. У хамаса потери порядка 9 тысяч убитыми и более тысячи плетных. Ну, раненых точно, сколько мы не можем знать, потому что посчитать их невозможно, когда я говорю о количестве убитых, это то, что насчитали. Может быть, их значительно больше, но то, что насчитали. Все эти разговоры про десятки тысяч убитых мирных жителей, там, про десятки тысяч убитых палестинских детей, ну, это такая же брехня и такой же бред и такая же ложь. Я просто приведу один пример. Ну, вот, основываются люди в этом, в своих оценках, на той информации, которую предоставляет Минздрав ГАЗ, то есть Минздрав Хамаса. Ну, я хочу напомнить о том, как Хамас заявил о том, что Израиль сбросил бомбу на больницу, в результате чего погибло 800 человек. Оказалось, что не Израиль, а исламский джихад, и не бомбу, а ракету, и не сбросила, она развалилась на фрагменты, и не на больницу, а на стоянку, и не 800 человек, а несколько человек, и не в результате взрыва, а в результате того, что горючая взрывалась. Ну, вот, просто, чтобы мы понимали, там, знаете, я никогда не забуду, там, оказался я один раз много-много лет назад в такой боевой ситуации, на иудеи. И шел ночной, ночная перестрелка, и наутро палестинцы заявили, что мы убили там какого-то мирного жителя, показали труп. Ну, прокуратура провела вскрытие, выяснилось, что он был убит из пистолет, из пистолетной пули, а не у одного из израильских военнослужащих не было пистолетов в качестве оружия, а были только вот винтовки М-16, прошу прощения. И потом оказалось, что это был человек, который был застрелен в криминальной разборке. И вот это вот обычная классическая практика палестинцев. Вот ни одного слова правды, только ложь. А, кстати, всем вот поборникам защиты палестинского народа, там, борцов с сионистскими оккупантами, вот это вот все, вот эти все люди, которые вот эту все ухудятину несут, я советую зайти в Википедию. Или, если вы не доверяете этому источнику информации, что, в общем, справедливо, не надо, я то считаю, что можно взять энциклопедию, серьезную какую-то нормальную энциклопедию, и посмотреть, а кто был такой иерусалимский муфтий Аль-Хусейн. Тот человек, который сто лет назад заварил вот эту кровавую кашу арабо-израильского конфликта. Кто поднял в 1920 году первое вооруженное восстание арабов против иерейских поселевцев, когда здесь были британцы. Так вот этот достойный в кавычках человек в 1941 году поехал к Гитлеру в Берлин, получил от него в подарок золотую саблю и погоны генерала СС и провел с 1941-1945 время в Берлине, занимаясь пропагандой в пользу Третьего Рейха. Вот все, так сказать, любвеобильные к палестинцам люди, вот этот факт просто узнаете. Что-то я не слышал, что палестинцы о нем так распространялись. Ну, как говорится, из песни слово не выкинешь. Что было, то было. это было. Что я не слышал, что я не слышал. Продолжение следует...